Всех приветствую на Wall Street Online, как обычно в пятницу в 20.00 по одной и той же ссылке. Проходим и начнем. Итак, по новостям, которые нас ждут на следующую неделю. Это из важных Petroleum Report в 10.30 по Чикаго в среду 2 марта. И по штатам еще в четверг будут также активные новости, Jobless Claims и Employment в пятницу. Вот на эти три дня очень-очень аккуратно смотрите по сделкам. Старайтесь в новости не открывать позиции. Ожидается волатильность и из-за этого растут риски. Так, по другим странам. ВВП Канады. Это будет во вторник. Индекс деловой активности Китая и Германии тоже во вторник. Также индекс деловой активности Канады в пятницу. И отчеты, которые ждут нас на следующей неделе. Урал Калий и Бижамоэкс. Это был четверг. Отчитываются компании российские. Ну вот, собственно, обстановка по фондовому за неделю. Видите, такой средненькая просадка по некоторым компаниям. Ну, есть, которые немножко прибыли. За квартал, за три месяца картина очень красная. Вот. Ну, особенно в Китае. Ну, пару компаний еще как-то сражаются против экспансии. Так, Мексика очень просаживается. Ну, и сами штаты вместе с Канадой достаточно так жестко. Теперь S&P 500. С него и начнем. Буквально пару трейдеров хочу отметить на этой неделе. И уже, наверное, на следующем будем подводить итоги. Google просел на 6% с Facebook. Тут как-то они очень этот квартал плохо закроют, видно. Apple просел. Ну, Wells Fargo, Bank of America 30% за три месяца. Это стоит обратить внимание на эти моменты. И чем ближе к весне, тем, чем дальше влез, тем больше дров. И так, на этой неделе были интересные трейды. Буквально пару человек еще отметить. Бесспорно, дизель по S&P тут. Просто рвал S&P в беспощадном. Первое место, 245 пипсов прибыли. Power 2 тоже так были моменты. Но видите, какой разрыв. 240 пипсов и сразу потом идут трейдеры по 80. Только вот именно архитекты я бы хотел отметить за, скажем так, аккуратность. Абсолютно, видите, пару сделок, 80 пипсов и этого достаточно. Тоже вот пробовал покупать, видно, на Штатах сегодня. Закрыли без зубы. Ну, это хорошо, что сразу выходит. Так, на Еврике еще были люди. Здесь я хотел бы отметить The Mistokles. Как-то так, в общем, переводится. И звучит. Или The Mistokles. Круто, да? В принципе, отлично получается. Хоть и совсем недавно вышел из профкурса. Но, в общем, неплохо. Точно, аккуратно выходит. Ну, есть, конечно, вопросы. Но, особенно вот эта последняя сделка на продажу. Прямо вот как в анекдоте. Так. По РТС и Рублю тоже были интересные участники Мефистохлс. Это, наверное, вы, Три Семерки. Так. Ну, здесь закрыл покупку Мишка Мед. С таким грустным аватаром. Так. Напоминаю, что регистрируйте имя. Это не сложно сделать. Законите просто вот здесь нажимаете на белое поле. Там у вас должно написано быть гость. И заполните там форму. И будет у вас тоже свое имя и аватарка. Ну, вот, собственно, сейчас вроде Мишка Мед на РТС отличился. И по Рублю Сергей 4+. Если не сложно, когда будете заходить на АЛЛСТРЕТОНЛАЙН, если вы есть в рейтинге, просто вот в скобках вот как, допустим, Борис в скобках Дизель. То есть, чтобы страна знала своих героев и в принципе почему бы и нет. и на Рубле тоже Мишка Мед зафиксировал 7000 пипсов по продаже. Потом Серж. И все было бы классно, если бы не вот эта просадка во вторник. Причем она угораздила же открыть позицию перед закрытием. Это провал. А остальные сделки достаточно технично, аккуратно. Все. Уже можно стоп-лосс перевести в безубыток. Тут нет смысла держать убыточный лимит. Вот такие моменты. Всякие мелочи, они в принципе потом так Маркуша как обычно. Вот архитектор тоже здесь. Прям вот немецкая точность. Так, ну в общем вот такие ребята есть и их техника все лучше и лучше. Что меня очень радует. Так, ну те, кто закрыли неделю в плюс в респект и тем, кто даже в ноль закрыл все равно респект. Так, начнем с S&P. сейчас волатильность будет увеличиваться к экспирации. Чем ближе, тем больше. Будут выходить и перебрасывать уже объемы на июньский контракт. Поэтому под конец контракта часто начинают волатильность устраивать. Очень не системная торговля в этот период идет. Я уже неоднократно говорил, что последние две недели лучше отдохнуть. Не лезть на рынок и это не самая хорошая часть вернее период для торговли. системная естественно. Так, ну собственно S&P ну как видите здесь был отмечен уровень 41 и его все-таки на этой неделе успешно пока преодолели. Были объемы, но сегодня как-то уж очень слабовато. Сейчас посмотрим. Хотя нет, до закрытия еще могут набрать объемы. Итак, пятница на максимум недели пробили порядка четырех сессий здесь формировали массив и с него без снятия стопов конечно не обошлось. Это вот сессия 24 числа 2 миллиона 300 тонн. И ядро контракта уже можно спокойно выделить это 18 и 18 76 это плита и если будут удерживать цену выше этой плиты в принципе есть еще шансы на проложение восходящей динамики 39 тут тоже объемный левел так ждет нас такое сопротивление в этом контракте были здесь можно захватить даже этот коридор 2009 по 19 1983 и затем уже идет открытие контракта вот эти вот объемы которые забрасывают уже на самом открытии здесь мы поставим такой вот человеческого цвета уровень сопротивления нефть у нас будет в конце обзора сейчас индексы если дойдут до 24 20 56 это ну можно фиксировать реверс на контракте то есть контракт развернулся и на следующей неделе петролиум jobless claims и employment на этой волатильности в принципе быстренько могут хотя бы до 2016 дойти до как раз уровня сопротивления так идем дальше посмотрим сейчас дельту вернее дельту открытый интерес здесь крайне интересная ситуация позиции набирают то есть входит маркет участники в весе с 22 числа каждый день все больше открытых позиций то есть все что там сейчас происходит не фиксируется а непосредственно идет открытие позиции не так много конечно но и не фиксирует то есть вот такое у нас смп набирает набирает и набирает так по дельте как раз 24 сняли стопики и там достаточно так агрессивно затаривались на покупку вот здесь диапазон отмечу 1922 11207 это такой синенький массив на поддержку 21 числа в этом же диапазоне достаточно так агрессивно держали оборону и еще один такой диапазон здесь 1243 1251 еще один уровень поддержки в принципе если не будут пускать выше 43 по 51 это хороший намек на агрессивность байеров то есть если откорректируется до 07 1222 еще терпимо но если в этот уровень не будут пускать ниже байер это достаточно агрессивно будет так дельта сейчас отрицательная но она потихоньку то уменьшается то увеличивается фиксирует перед выходными это в принципе в рамках нормы пятница чуть на фиксации хотя по открытому интересу этого не скажешь поэтому возьмите сейчас мы на 15 минут на таймфрейме более точно выделим эти уровни значит дельта у нас отрицательная и идет открытие позиций поэтому на всякий случай 56 по 60 возьмите как уровень возможного сопротивления если закроются ближе к этому коридору то посмотрим еще то есть если дальше начнут атаковать коридор четверга тут у нас 49 ну в принципе по 42 в спешке заходили на покупку и среда не до среда плюс четверг особенно вот основная часть четверга за четвертую по 31 здесь практически было бы ядро недели но не дотянули потом идет у нас уровень еще такой сильный 12.00 по 18.90 это разворотная сессия среда это уже традиция у индекса S&P500 именно в следу разворачиваться как раз под новости под волатильность так уровень который стоит зафиксировать это ядро недели ну вот 42 под 26 да 26 это будет у нас ядро недели будут держать выше ядра есть шансы на проложение тенденции сохранение 56 60 уровень сопротивления возможного ну на всякий случай зафиксируйте опять же осталось не так много до закрытия контракта следующая неделя и уже 11 числа я думаю будут падать объемы на этом контракте и на том контракте июньском сейчас посмотрим есть там уже какой-то объем да вы смотрите максимально у нас 224 контракта конечно но total ну вот уже есть 200 контрактов за 15 минут оборот на новом контракте и цена здесь 19 40 на 10 долларов ниже так сейчас секундочку все уже появилась функция модерирования и можно удалять пользователи из чата которые ведут себя неподобающе так fx объемы чуть начали падать тоже здесь был уровень на пробитие как раз 29.32 и 29.20 пока вот попробовали но достаточно активно шли на этот уровень вспомните как торгуются сессии практически будет особенно четверо-пятница не диапазон даже не пересекается то есть абсолютно хорошая динамика и посмотрим как будет 44 пробивать на следующей неделе отчетом с DAX так а вот DAX уперся и видно баивается еще атаковать тоже 95.35 на индексах практически один и тот же уровень по-разному проходит то есть S&P вроде бы расширил коридор вполне может быть и манипулятивно но вот FSx и DAX как-то не не сильно спешат хотя ликвидность есть и уже второй раз подходит к 35 и 40 70 ну в общем это ключевой уровень на следующую неделю по DAX вот так главное чтобы не ушли ниже 92.40 по 91.30 тут даже подтверждали поддержку уже проверенный уровень RTS и так в четверг была Дельта на стороне Байера в среду и практически в одном диапазоне 74.500 75.200 проявлял себя Байер значит 22 числа 38 тонн Дельта на стороне Байера и 31 на четверг вышло нулевая сегодня причем даже проскочили какие-то объемы по 90.062 в районе 76.700 76.800 на стороне Байера ну в общем смотрите на всякий случай выделите типо зоны поддержки а тот который на самом максимуме стоит еще мониторить рядом 155 тысяч и 121 сейчас посмотрим на дневном таймфрейме так надо чуть-чуть прозрачность нет еще да еще хотел напомнить в среду открытый вебинар интересная тема будет приходите на 20.00 так динамика замедляется хотя ликвидность идет более-менее неплохая вот фактически 4 сессии простояли в коридоре и сегодня буквально чуть-чуть заглянули за 76 200 там неплохой массив жалко что ушли под него значит ядро уже можно зафиксировать 73 600 72 300 топ по текущему контракту поддержка ключевая это 69 200 66 700 промежуточная загрузка вот в районе 71 200 70 300 так это ядро и важный важный диапазон 78 500 77 37 37 00 вот это начало контракта тут видите 3 сессии грузили объем со старого на новый и если его пробьют то это разворот полный то есть считается что объемы стартовые с них и пошел шорт и это в принципе будет уже полной разворот то есть пока его не пробили еще могут быть вопросы так по открытому интересу 90 мртс рассылку на сайте волфик зайдите там в разделе education level 1 будет волстрит онлайн описание и ну вот вот уже появится обновленный сайт уже практически все подготовили так что скоро оцените изменения на сайте учитывалась и юзабильность и информативность будет на новом сайте в скором времени по типу инвест в википедии то есть можно будет прочитать о интересных и полезных моментах и объемного анализа и вообще как бы трейдинга так книги там будут размещаться также для чтения ну в общем такая свободная библиотека будет ну как видите в 19 по 22 чуть-чуть фиксировали ну вот 24 и сегодня начали потихоньку набирать возможно из-за движения нефти такой вот активность такая пошла ну будем надеяться так сейчас отметим уровни этой недели и рубль захватим еще так ядро недели здесь 74 700 74 200 поддержка 73 400 но это разворот реверс поэтому тут бесспорно а вот вечерка что натворилась сегодня идет конечно вопросы возникают обратите внимание как плотно очень очень плотно здесь на максимуме разместили массив причем даже можно захватить по 76 320 20 ну в принципе если будут удерживать выше 74 200 и 74 700 возможно там под среду как раз под петролиум в среду по штатам а а учитывать а учитывать сейчас движение кетировки нефти чтобы торговать на индекс ртс это само собой поэтому я думаю нефти трейдеры и в принципе те кто на индекс ртс торгуют будут ждать результатов петролиум в среду ну в общем 76 76 0 и 77 100 диапазончик достаточно такой капризный и на всякий случай возьмите на заметку может быть сопротивление ядро ядро и реверс на вторник в качестве поддержки можно пробовать не верят в рост ну вот сейчас очень скептически относится к восходящему тренду и чуть только нефть начинает падать сразу же ртс фиксирует это на открытом интересе посмотрите там сразу же начинают выпрыгивать из позиции так рублец так тут у нас модель уже такую контракта мы видели когда на 7 вторую приходил в прошлое весной окажется рубль тоже так же центробанк отработал максимум так это точно так ключевой уровень сопротивления берем 79 80 350 50 плита здесь практически уже ну ядро контракта чуть-чуть бы и как раз но ядро контракта у нас находится чуть ниже 78 по 70 7100 даже чуть чуть выше вот 70 70 70 200 и поддержка которую мы отмечали на прошлых так такая небольшая но она существует так этот уровень отработали сегодня удивительно даже и чуть-чуть сходили даже вот ниже уровня поддержки 75 650 тут уже были не неоднократно и вернулись обратно быстренько вот поэтому следите за дидром тут как бы и разворот был во вторник то есть совпадает как раз уровень сопротивления и ключевой объемный уровень даже если там пойдут выше 78 я думаю с этим уровнем у них будут точно проблемы на расширение за 80 я думаю там начнут тормозить ну и пробедите вот этого массива чуть ниже 75 650 будет хорошим признаком агрессивности селлеров так 75 400 по 75 200 на всякий случай возьмем вот самая ликвидная сессия за неделю сейчас мы спот еще посмотрим сейчас давайте дельту я просто не видел пятницы как ну практически нулевая но на стороне байеров так и похоже что вот пробовали покупать на 75 800 76 но судя по всему всем этим байрам сделали бяку вот активный уровень на сопротивление так так сейчас сейчас спот будем вот вот селлеров даже потом еще выбросили и возьмите на всех случаев качестве на проверку сопротивления насколько сильно бодаться будут так спот по ликвидности сегодня и в среду были самые топовые за неделю объемы и 74 90 по 75 10 ну соответственно такой же как на рубле уровень поддержки и вот этот в качестве 77 20 уровня сопротивления так 77 70 77 20 вчера объем на 76 30 пришелся и посмотрим сейчас дельту еще на споте давайте остальные уровни ключевой уровень сопротивления для долгосрочников 78 40 79 50 то есть держать ну выше просто нет смысла то есть это барьер вот а промежуточный уровень до загрузки на споте совсем не так близко как на фьючерсе вот он 72 73 10 ну в общем то здесь могут немножко остановиться тут три сессии похожие по модели как здесь как раз могут там и тормознуть эту продажу дельта 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 отрицательное на удивление 22 было 125 тонн тонн и 146 только на 75 прошло значит 56 на 77 53 53 на 76 5 видите 22 было дельта 125 общая за сессию да да я не заметил тигдирект да у нас две дельты есть по тигдирект и по агрессору спасибо что подсказали я забыл поменять так а вот у нас по агрессору та которая идет непосредственно с биржи ну не 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 так уж и на покупку здесь видите нулевая дельта практически по отношению к вот у нас 475 вернее 472 тысячи уровень байеров был его чуть-чуть все таки протестировали вот и сопротивление вот здесь обязательно вот 7730 7780 это по агрессору хорошо что напомнили в следующий раз если забуду поменять тоже не стесняйтесь пишите я поменяю это важно потому что маркировка биржевая и так как просчитывается в платформе может разниться причем спот это естественно так вот здесь хороший диапазон до 79 похоже по уровню дельта была вот только здесь 17 15 пока не прошли выше 78 еще есть шансы на дальнейшее снижение но дельта на байере такая достаточно слабая поэтому есть шансы на дальнейшее снижение вполне есть вполне есть посмотрим как не будет совести так выделим все таки забыл посмотреть и показать вам открытый интерес сейчас буквально секундочку посмотрим по открытому интересу как там ну не самый топовый за контракт конечно значит в среду заходили и заходили сегодня по отношению к четвергу так что сегодня даже размещались это хорошо значит возьмите на заметку среду те размещения те массивы тот который мы выделяли на сопротивление и текущий вот эти два дня они были на открытии позиции то есть естественно более присматриваться к этим уровням так забыл совсем добавить в WAP так у нас как раз на средневзвешенной на WAP цена вернулась и отметим более точно на уровне ключевые на этой неделе по так 77 950 77 600 это вторник стоп 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 среда да среда в среду открытый интерес был на ну открытый интерес рост то есть открывали позиции и вот сегодня значит значит в так уровень поддержки возьмем выделим причем здесь грузили неплохо так объемчик и даже разбросились по стп по стопам обратите внимание поэтому номер 1 наверное будет на стороне байеров диапазон поддержки ядро недели у нас здесь 76 900 76 200 вот у нас коридорчик будет ну и соответственно посмотрим как с уровнем VWP будут считаться если не пустят выше то можем еще атаковать 75 в следующей неделе ну и вот этот уровень там где стопори сняли у пятничных байеров вот здесь тоже возьмите на заметочку на всякий случай вдруг 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 не пустят так давайте чуть-чуть другим цветом евро здесь что-то так так ну и вот так так как так загрузился вернулись к плите причем массив формировали достаточно долго 5 сессий и расширение идет очень 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 волатильное сильное движение создали сегодня ядро контракта чуть плотнее возьмем 0.865 вот как раз к основному диапазону контракта пришли на сопротивление вот этот массив будет ключевой сто один сто четыре по еврику но затем идет 11.50 и 11 так так ну могут и 0.8 проколоть но желательно конечно чтобы не опустили ниже 0.870 0.940 для тех кто ищет покупки то есть в принципе может удержать еврик этот коридор но новостной фонд то есть вот то что там сейчас с Британией Евросоюз и Меркель как то волатильность может ну по крайней мере до 15 марта усилиться вот только посмотрите на пятницу вот если конечно вернется в понедельник вторник еврик обратно на 1.10 могут и развернуть так в принципе снижение идет на ровном объеме без агрессии по типу как здесь да 300 тонн за сессию буквально 197 спокойно идут на расширение то есть без аномальных таких объемов так тут тоже не особо люди заходят то есть то входят то выходят сильно активного открытия позиции не обнаружено и вот сегодня за неделю топовый открыт интерес в этот за эту неделю открыли там все таки сделки чуть больше чем в остальные сессии дальше идем ну по еврику давненько не было такой дельты сейчас мы включим бедаск агрессор видите за весь контракт это наверное четвертый раз когда появляется дельта на стороне байра причем вся неделя была на байрах тут вполне уместен сценарий на снятие стопов так как грузили 4 дня там и дельта в принципе все 5 сессий этой недели на стороне байра вот ну если возвращаются опять же на 1-1 ближайшие 2 дня то есть понедельник вполне вполне могут и показать модель на снятие стопов активная поддержка была на 0860 вот здесь еще в январе это здесь само собой начинали разворачивать 1.13 1.12.45 ну и такой промежуточный на 1.1 3 единицы в качестве сопротивления то есть если будут разворачивать будете знать что здесь могут быть проблемы с продолжением динамики так обратите внимание на гистограмму слева значит 10.15 20.000 контракта 86 6 20.000 контракта 322 ну для 20.000 контрактов 86 и 322 это не сильно огромный перевес то есть по двум ценам зашло 20 20.000 контрактов прям вот в аккурат так что уровень нужно даже выделить обязательно ориентируйтесь относительно него кто будет толкать фьючерс если все таки вернут на этот уровень где по 20.000 по одной цене только набросали то это ядро будет в качестве экватора но толкнуть выше за 10.33 будем видеть 3 единицы так но пятница такая достаточно жесткая эти все объемы которые выходят пока расширять цену на продажу и здесь резко упал объем как раз на самом минимуме дня и дальше почему-то не падает наверное закончились топори у байеров возможно вполне возьмем на всякий случай 0.926 0.940 будем мониторить а вдруг практически с 0.950 по 10.99 этот коридор мониторьте на предмет сопротивления если не пустят выше 0.99 то с покупками может быть трабл те кто планирует покупать да удивительная модель недели такую еще поединой ди понедельник вторник среда четверг единственное только пятница все четыре дня Америка торговалась в одном диапазоне мы уже неоднократно отмечали моменты когда америкосы торгуют все все дни там два три четыре дня подряд в одном и том же диапазоне куда бы не ушел еврик ну не только еврик на СНП так вот встречается часто после ну уровень достаточно ключевое тут 11 ну вот номер один диапазон на следующую неделю как раз как раз уже практически до второго отклонения в WP дошли и здесь уже будет решающий момент так фунтец буквально вскользь так тоже два дня простоял на 39.50 по 39.15 и ушел ушел ниже еще такой диапазон до загрузки селлеров 41 41.50 ну объемы критиков идут может чуть выше среднего средние то есть без ажиотажного размещения относительно этого контракта так индекс доллара давайте еще захватим подключим прогрессив Д уплep опас двигатель тоже достаточно знакомая и похожая картина так пробили максимум среды и торгуются практически у потолка ну в общем диапазон основной здесь уровни пятницы 98 и по 98 8 ой 14 возьмите на всякий случай если даже его не пропустят байеры то индекс доллара будет идти дальше на покупку бренд сбер да газпром я забыл надо было после ртс их рассмотреть как раз вместе я забыл еще не привык что они у нас появились в списке так если интересны какие то тикеры либо же с ними происходят какие то допустим там акции которые достаточно интересно рассмотреть либо же фьючерсы на фейсбуке есть сообщество волосит онлайн подписывайтесь туда и там можно вести дискуссию пишите какие инструменты интересного было бы посмотреть и постараемся их добавить в лист так значит бренд ну немножко не точно выделять ядро потому что здесь новый контракт начался буквально вот на прошлой неделе и даже скажем вот с 16 числа еще появились объемы более точно 35 40 по 34 также посмотрим если сравнивать с предыдущими контрактами по бренду то ликвидности не на самом высшем уровне то есть дальше расти по нефти нужно такой вот интересный момент топлива для роста бренда да то есть топлива для роста нефти нужен объем визик пока немножко притихли скорее всего опять же среду петролиум там что-нибудь удивит не удивит какое-то решение будет принято может быть вообще ничего не скажут ну я думаю до среды будут еще мучить тем более только начался контракт вот поэтому среду я думаю там все будет понятно в общем не пропустите среду если торгуете нефтью это 30 31 тут 4 сессии подряд выше 200 тысяч контрактов был оборот и их добавили еще вот здесь то есть ну вот такой диапазон поддержки здесь прям прям просится отметить вот у нас достаточно долго так удерживали раз вернулись второй раз попытались и еще один попрощались значит пробили тридцать шестую и тут массив просто на сопротивление идет тридцать восьмой по тридцать шесть восемьдесят вот его нужно преодолеть и вот пока его не преодолеют могут болтаться в этом коридорчике уже похоже была картина так в общем объема на дальнейшее пробитие тридцать восьмой пока мы не видим поэтому могут просто во флете проболтаться на следующей неделе ну до среды так как вчера было на байре и сегодня нулевая ну сель по фунту падают без агрессивного объема Ну, покупать уже, как бы, вернее, продавать уже не самое выгодное размещение своих денег, а покупать пока там нет, скажем так, сигналов, что начали заходить байеры. Пока, ну, наблюдайте. Мой совет. Если спекуляции чисто там, интродейт, то там уже нужно детально рассматривать. А в средний срок, пока вот не остановили падение, нет смысла даже покупать. Так, среда, вторник и четверг по сельке здесь вот на объеме ли очень неплохо выделить его в качестве ядра и, в принципе, уровень поддержки. Самый нижний уровень у нас 30.95 по 30.62. Это ядро мы выделим и... Видите, как сражаются за котировочку, вроде пытались падать и не пускают. Видите, как притормозили и как раз остановились на максимуме четверга. Вот. Возможно, все-таки попробуют пробить 35-ю. Посмотрим. Так, понедельник пробили, новый максимум недели и, ну, скажем, не сильно селлеры повлияли на движение пятницы. То есть, корректировались вполне резонно перед выходными. Ликвидность идет плотно. Даже на данный момент идет... Не самая низкая ликвидность даже, я вам скажу. Так что возьмите, здесь самое важное убедиться, что вы пробили 3.4.15-3.4.50. Если этот уровень пробивает, то открыты двери до дальнейшего уровня сопротивления. Не, на бренд такая же картина. Здесь тоже на макушке набросали объемов и немного откорректировались. Тоже, видите, здесь не пробили макушку четверга. То есть, слаженно идут. Это, скорее всего, постановочная активность. Ну, на апреле тут уже не так много объемов. Уже на майске. Так, Сбер. Так, Сбер вышел за стратосферу. Максимум кварталов, ну, я беру по акции примерно диапазон времени до экспирации фьючерса. Ну, сравнивают с фьючерсом по таким периодам. Ну, хотя это не всегда правильно, но примерно так кварталы отчитываю. Так, вот мы его взяли с сентября. Картина. Пост Беров. И есть куда расти. 110. У нас еще. 108-110 уровень сопротивления. И максимум за полугодие. Очень активно и как-то поспешно идут на рост. Причем объемы, скажем, чуть выше среднего. Среднее, единственное, 19-го числа 17 миллионов зашло по в районе 102-й, возьмите, как ориентир. И 14 миллионов сегодня оборот акций. Если сравнить, то 20 миллионов, тут, наверное, две таких за полгода сессии было. 23 миллиона, потом ушли в бесконечный рост с 80-й. И вот, 20 миллионов, это была сессия 22-го числа. Здесь примерно вот коридор ее. Все, ниже не пустили больше. 17, тут 17 и тут 14. Чуть-чуть не дотянули. Вот, поэтому, в принципе, если ниже 102-й не опустят на следующей неделе, да вообще в ближайшее время, то есть все шансы зайти в гости к 110-й. Я думаю, что на акциях сейчас точно так же, наверное, действуют. Как и на РТС, я заходят на все, если нефть растет. Это, в принципе, достаточно прогнозируемая тактика, учитывая текущую ситуацию. Только она начнет расти в нефть, все начнут покупать акции, которые сейчас могут быть еще дешевыми. Ну, Сбер уже ушел раньше времени. Чуть раньше рос. Значит, 94-97. И вот, да, в четверг по Сберу затарились. И сегодня такая более нулевая дельта, нейтральная. Вот, и... Значит, в понедельник были байеры, вторник, в следующий чуть их сбросили. Потом в четверг снова добавили. Сори, с 20-го числа. Вот. Из понедельника. Ну, в принципе, здесь 17-го тоже были. Американские банки рекомендуют покупать в России. Ну, скорее всего, начали... Либо им объяснили, что хорош уже как-то нефть держать на таких ценах. Вот. И, соответственно, котировочку немножко надо поднять. Тут и без американских банков. Если бы они сказали, когда... До какой цены будут расти нефть, было бы хорошо. Так. Это Газпром. За 15 минут, я думаю, что не так с этим Газпромом. Так, вот. У нас на дневном таймфрейме. Ну, из последних такая вот массивность. Это 130-133,5 в качестве поддержки. И потом, чуть поменьше рангом возьмем с текущей неделей диапазончик. Монитор Тиа 135,8 по 138. Ну, я бы взял вот этот диапазон. Плотненько очень, чтобы точно. И не самая ликвидная неделя, я бы сказал так. И очень вот настораживает 139,60 по 20 объемом прям на максимуме недели. А, это новый сброс или... Интересно. Так, 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 так. И, и, и... Вот этот коридорчик на всякий случай возьмите на заметочку. Если Газпром как-то его уж трудно будет преодолевать, дальше рост может быть проблемный. Просто объем пока не появился. То есть, он есть как бы, ну, вот буквально четверг-пятницу. Значит, у нас тут и до 6 миллионов доходило. Вот разворачивали на 6 и 5,7. Вот эти как раз объемы на 130 практически попали. Чуть выше, до 132. Вот этот барьер Газпром должен удержать. Так. Учитывая раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть подряд сессий на рост. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь и шесть. Ну, если этот уровень пробьют, я думаю, что на север будут идти... Ну, чё, даже, даже хорошо выглядит по дельте Газпром. У нас был... Покупали даже на максимуме недели. Потом сбросили по стопорям и снова начали заходить. Правда, не так агрессивно. Продолжение следует... Видите, на максимуме прям заходят избранные. А вот здесь прям 97,75. Так, и напоследок золото. Так, ну в час вложились, слава богу, потому что полтора часа тяжеловато обзор вести, в пятницу вечером тем более, так, 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 11.02 за последние полгода такой рекордный был ликвид. Этот уровень уже второй раз не пускают в солероид. Коридорчик возьмем на сопротивление 12.35, 12.45 за троицку унсу и вот такой вот интересный барьерчик 12.07, 12.12. Потом идет еще одна дозагрузка. Вот это может быть спекулятивное, хорошие уровни. Попробуйте пощупать на следующей неделе. Потом идут дозагрузки на 60-й по 54-ю. Ну, в общем, два дня и уходят. Видите, вот тут. С 11.130 по 11.10 можно взять даже 11.10. Тут все по два дня все, что заходило, уходило сразу на покупку. Ну и плита, которая как ледник непоколебимая 10.92, 10.66. По дельте агрессор стоит. По дельте агрессору все в продажах. И по нашей системе расчета то же самое. Причем 7.000. Значит, тут такой проверочный уровень 12.12 по дельте и 12.07.5. Ну, если на следующей неделе уйдут ниже этого коридорчика, вполне могут откорректироваться. Вот. Если будут стараться не пускать ниже, то с продажами могут быть еще вопросы. Так. Ну, здесь забросали байера все ниже стою. 11.150. Так, 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 так. И вот те объемы, которые мы выделили топовые за последние полугодия. Сейчас возьмем. Значит, вот у нас объем. И уже два раза здесь неплохо купили. Вот. Вот в чем интерес. Значит, активность байеров вот в таких вот точках проходит. Я думаю, это коридор такой как раз из ключевых. Возьмите на заметку. Шанхай. Давайте зацепим и если включили эту биржу. Да, 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 есть она тут. Так, сейчас я вспомню какой там с ликвидностью. Либо НК, либо СН. Так, тут у нас ликвидность есть. И сейчас еще СН проверим. Какой-то из них ликвиднее просто. Посто напутываем. Так, вот этот чуть-чуть ликвиднее, поэтому будем его брать пока. И так, истории, как видите, не так много. Совсем недавно начали его качать. Поэтому берем... Судя по всему, тут начался контракт. Надо посмотреть экспирации даты. Совсем нет под рукой этой информации. Так, склейка контрактов. Ну вот, за... С декабря. Это у нас... Чуть-чуть побольше объемчик поставим. Тут 7,5 надо. Здесь все 10. Так, значит, Китай у нас тут плотненько в 88,50 по 86,50. Вот здесь уже 4 сессии старались не пускать ниже. И тут все сессии в одну цену проходят. В общем, ключевой диапазон в решающий момент, когда же все-таки Китай начнет валиться по фондовому. И первый звоночек, что уже, наверное, хорошее, это пробитие уровня сопротивления 91,10. Плита была достаточно такая двухнедельная. И, как видите, даже на этой неделе не пробили. Вполне может быть сброс байеров. Потому что тут 4 сессии прям тютелька в тютельку в коридоре. Одном и том же 3 сессии простояло. Одна чуть-чуть выделилась. Поэтому 90,20 тут вполне могли быть байеры. И вот сейчас сбрасывают толпу. Если вернется в China, А50, будем его назвать так, на 90, ну, в этот массив. А лучше выше 90,20. Можем атаковать, в принципе, и 93. Агрессивно просто ушли, вот в четверг. И объем начал только увеличиваться. Значит, мониторим 86 по 86,80. Последний барьер. И, собственно, сам массив пятницы может, в принципе, быть отправной точкой на рост. Так, отлично. Так, поставим 400. Ну, вот этот диапазон обязательно надо пройти. Что могут вот так вот рикошет устраивать еще до апреля. Затем идет 96 по 95 и... Ну, в общем, посмотрим, как будет себя вести в этом коридоре на следующей неделе. Дельтан. Я на самом деле изучал немного китайский рынок, в плане, ну, диржевой. Они умно сделали, они разделили фондовый маркет на резидентов, нерезидентов. У них, как бы, свой внутренний и заходи, кто хочет. Второй. Они отдельные. Это чтобы, я так понимаю, они сделали, чтобы избежать всяких рода обвалов на фондовом рынке искусственных. Там хоть трава горея, у них внутренний свой. Из интересных таких фактов, в 2011, кажется, году Китай купил лондонскую биржу металлов. Да, ЛМЕ вроде, если я не ошибаюсь. Товар на лондонскую биржу. Так что, довольно интересная у них там биржевая жизнь. Знакомые, которые живут в Китае, рассказывали, что там достаточно, ну, агрессивно работают форекс-компании, но китайцы торгуют, как бы, на бирже. И я думаю, что в скором времени ликвидность, период китайской сессии будет неплохой. Так, это ядро недели. Мне Дельта более интересна. Вот, видите, бай, бай. И вырывают, скорее всего, по стопам. Скорее всего, да. Ну, для подтверждения нам надо вернуть котировку на уровень недели. Так, сейчас мы на склейке посмотрим. Да, видите, здесь, вот, обратите внимание, насколько соответствует Дельта с трендом. То есть, менее популярный инструмент, вот, ну, я думаю, мало кто, FTSE China A50 торгует. Вот, есть кто-нибудь из посетителей, 41 человек в чате, хоть кто-то торгует этот инструмент? Да, я вас... Вот, поэтому там меньше разных таких алгоритмов на снятие стопов, манипулятивных движений. То есть, вот, начали появляться первые байеры, и сразу остановили продажу. Здесь немножко подбавили. Сейчас вот посмотрим. Если снова будет возобновляться Дельта, то вполне могут развернуть. И потом останется вот этот еще уровень пробить. Сначала этот, который они все никак-никак не пробьют. Так, сейчас мы немножко подкорректируем здесь фильтрацию. И все. Если забуду на следующий вот цвет, то напомните ее хорошо, потому что инструмент достаточно интересный, и я даже планирую посмотреть, какие там стратегии можно применять. Так, все. Спасибо, что пришли. Вам хорошего вечера, хороших выходных. Встретимся в среду в 20.00 на открытом вебинаре, и в пятницу в 20.00 по одной и той же ссылке проходим на Wall Street Online. В Facebook есть группа, там можно общаться, обсуждать прошедший вебинар, либо же делитесь какими-то своими размышлениями по рынку. Не стесняйтесь. Всех принимают, всех активируют подписчики. В общем, всего наилучшего попутного тренда. Аккуратно в среду в четверг там будет Петролем и Jobless Claims с имплойментом в пятницу. Все. Вам всего хорошего. До свидания. До свидания. Покеда. Продолжение следует.